Сотовые операторы уже поднимают тарифы. Расскажем, за что теперь платят абоненты. Приехали, пропиарили и уехали. Маломобильных Ачинцев чиновники подразнили спортплощадкой. Выясняем, куда все делось. Ачинской выпускнице после сюжета телеканала ОСА вручили медаль за отличную учебу. Поздравляем. Вручено было красиво, дорожественно, как я этого и хотела. В рубрике «Тест-драйв» испытываем уличные тренажеры. Испытание вместе с нами проводит Александр Николаев. Он специалист по функциональному тренингу. Если вы еще не заметили, то мы расскажем. Сотовые операторы повышают стоимость тарифов. Об этом сообщает радио «Красноярск. Главный». Например, у Билайна абонентская плата выросла на полтора рубля в день. Тарифы мегафона подорожали на 20-40 рублей в месяц. Связывает это с новым законом Яровой. Напомним, с 1 июля интернет-компании и операторы связи должны хранить сообщения, звонки, медиафайлы и передавать их по требованию спецслужб. Эти обязанности обойдутся каждой компании в 7 миллиардов рублей в год. Логично, что их можно взять только из кошельков абонентов. Вот как коллегам прокомментировал повышение пресс-секретарь мегафона Михаил Ивонин. У нас нет других средств, кроме как получать выручку от абонентов. Мы не заинтересованы в том, чтобы рост ежемесячных расходов абонентов был резким. Мы хотим, чтобы абоненты этого не замечали. Поэтому, если увеличиваем абонентскую плату, то добавляем пакет звонков или пакет мобильного интернета, чтобы абонент получал что-то большее взамен. В компании не исключает, что стоимость связи будет расти еще. В телеканалу ОСА пожаловались работники одного из детсадов. Люди говорят, получают нищенские зарплаты. Лиц просят не показывать, голоса тоже изменены. Нам регулярно не доплачивается заработная плата. Неоднократно этот вопрос поднимался. Сейчас уже дошло до судебных разбирательств. Есть вынесенные решения в пользу работников коллектива. Но учреждение продолжает также нарушать законодательство. Люди уверены, с начислениями хитрят то ли бухгалтеры, то ли руководство садика. Поэтому их стимулирующие выплаты съедаются. На руки выдают по 12 тысяч. Как считают работники, их каждый месяц обсчитывают на 6 с лишним тысяч рублей. По заверениям наших героев, в такой ситуации находятся многие сотрудники в других садиках и школах. Просто боятся говорить, чтобы не остаться без работы. Подробный материал смотрите завтра в выпуске телеканала ОСА в 8 вечера. Людей притащили с ограниченной возможности революционного центра. Приехали, пропиарили и уехали. Председатель общества инвалидов так говорит о спортплощадке для маломобильных граждан. Занимались люди на ней только один раз. Тренажерный зал под открытым небом сейчас выглядит вот так. Пустая, огороженная площадка. Изначально администрация города планировала здесь установить уличные тренажеры для маломобильных групп населения. Начиналось все круто. В прошлом сентябре в сквере на стройке оборудовали площадку. Завезли тренажеры, собрали людей, позвали телевидение и газеты. У людей чуть слезы счастья. От такой заботы не наворачивались. Вечером того же дня все свернули и увезли. Потом в мэрии объяснили. Это был пробный вариант. Показуха для галочки. А Сергей Епишин, начальник отдела спорта, тогда сообщил. Они надеются на деньги из края и ждут в 2018-м на уличные тренажеры полмиллиона рублей. В 2018-м маломобильные люди и спортплощадки пока не дождались. Говорит председатель общества инвалидов Иван Володин. В этом месте, в этом районе, конечно, это абсурд. Здесь не только инвалиды. Да здесь и заниматься-то кто будет. Только здесь сами видите. Ну, я считаю, прежде чем что-то делать, надо было как-то с инвалидами поговорить, пообщаться. А не привезти их, оборудование, инвалидов, пропиарить это все. И деньги куда-то ушли. Насколько я знаю, были деньги. Но куда ушли и каким образом, я не знаю. Поэтому я на этом настаивать не буду. Но разговор такой был, что деньги были выделены для оборудования, спортивной площадки на открытом воздухе, по доступной среде. На сегодняшний день вот так. По слухам, сейчас для уличного спортзала выбирают новое место. Как вариант на стадионе «Олимп». Про тренажеры ни слуха, ни духа нет. Сегодня связаться с Сергеем Гипишиным, это он отвечает за развитие спорта в городе, не удалось. Замечу, что благоустройством этой площадки занимался аквацентр «Форма». На свои средства они забетонировали этот участок, отсыпали песком и поставили ограждение. Как оказалось, пригодилась эта площадка всего на один день. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Справедливость есть. Мария Черепкова, выпускница третьей школы, получила свою заслуженную медаль. На самом деле у меня эмоции зашкаливают. Как бы это все равно вручено было красиво, торжественно, как я этого и хотела. Хочется все-таки поблагодарить школу за то, что они организовали это и все-таки вышли на контакт, извинились, потому что мне очень приятно. Напомню, в конце июня телеканал АСА рассказывал, как Ачинским выпускникам-отличникам выдали синие аттестаты, тем самым лишив ребят заслуженного праздника и поздравлений. На главной городской сцене во время бала под открытым небом. На тот момент ни руководство школы, ни управление образования никак не комментировали ситуацию. Со слов Галины Нефедовой, зама начальника управления образования, это была техническая ошибка. Такое, к сожалению, бывает. Теперь все исправили. Дарья Потехина, Вильдан Калимулин, новости телеканала АСА. Росгвардия Красноярского края открылись. У службы появился спасательный вертолет К-226Т. Эта машина стала первой в войсках Национальной гвардии. Легкий многоцелевой вертолет применяется для поисково-спасательных и транспортных задач, простых и сложных метеоусловиях. К-226Т планируется в поиске без вести пропавших людей, пресечению и хищении природных ресурсов, организации безопасного дорожного движения, а также для перевозки личного состава и грузов. В краевом правительстве пополнение. Главой министерства по тарифам стала Марина Пономаренко. Ей 39 лет. До этого она утверждала тарифы в энергетической компании. Новое министерство появилось в прошлом году. Раньше тарифы на свет, тепло и воду утверждала региональная энергетическая комиссия. Теперь она будет ликвидирована. Как пишут коллеги из Хакасии, Пономаренко – потомственный чиновник. Ее мать занимала высокие посты в республиканском министерстве ЖКХ. Контракт на шестой маршрут получила фирма «Град». Этот автобус идет из Мазуля до Рудника. Результаты торгов стали известны сегодня. Напомним, раньше на нем работала четвертая линия. И пассажиры мучились. То автобус сломается, то не придет совсем. В июне мэрия наконец-то прогнала своего протеже и заключила временный контракт с «Градом». Сейчас жалоб на маршруты, по нашим данным, нет. Всем привет! Сегодня вместе с нами телеканал «ОСА» проверял спортивную площадку. Подробности смотрите чуть позже. Я не только многодетная мама, но я еще автолюбитель. За рулем 15 лет. Люблю хорошие дороги и качественный бензин. Поэтому заправляюсь на Красноярск нефтепродукт. Плюс всегда можно купить в магазине сопутствующих товаров что-то ребятишкам. Так что мы за КНП. КНП. Качества, проверенные временем. Деньги подзывов недвижимости с любой кредитной историей всего по 2% в месяц. 2% в месяц? Для всех? Всего по 2% в месяц. А где это? Где-где? Сберкнижки. Телефон 56-8-56. Компания «Десс-сервис» предлагает физическим и юридическим лицам услуги противоклещевой обработки территорий и дачных участков. Дезинфицирующие средства для индивидуальной защиты и хозяйственных нужд. Телефон 5-00-38. Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить. Тариф 2018 от компании «Синт». 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А-2. Телефон для справок 56-00. Телеканал «ОСА» перелетает в лето. А сейчас расскажу историю одной собаки из приюта «Доброе сердце». Возможно, среди наших зрителей найдется тот, кто спасет животное. Принесли люди, нашли на улице. Хозяин искали, хозяин не нашелся. Собака как бы такая активная, к людям, к человеку очень адаптированным. Посидел Валерик у того времени, всю загрустил моментально. И все, мы поняли, что надо его спасать как-то, потому что сам он адаптироваться не сможет, и сам из-за этого состояния уже не будет. Потому что печальный опыт у нас есть. Дом нужен собаке. Дом, просто нужен дом. Дома человек. Прячется, стесняется. Хороший малыш, хороший. Как их обижать-то можно? Поблаживай аппетит. Пойдем, сейчас поем что-нибудь вкусное. Если бы когда-нибудь задумывались, чтобы завести себе друга, самое лучшее будет сделать в приюте. Как известно, животные, которые были когда-то брошены, остаются самыми преданными. Для общего развития, для подготовки, для укрепления мышц достаточно делать какие-то здесь базовые упражнения. Там вот подтягивания, отжимания. Это рубрика «Тест-драйв». Сегодня мы тестируем тренажерный зал под открытым небом, который находится на территории лицея номер один в привокзальном микрорайоне. Испытание вместе с нами проводит Александр Николаев. Он специалист по функциональному тренингу. Чистая, просторная, комплексная площадка для занятия спортом. Здесь есть снаряды для работы с собственным весом на все группы мышц. Оптимальны для выполнения базовых упражнений для людей всех возрастов и без специальной спортивной подготовки. Нравится тебе заниматься? Да. Да, это как кардио-тренажер, степер. То есть для подвижности, для укрепления сердечной мышцы, просто для раздвигаться, как разминка перед основным каким-то силовым тренингом. Вот так вот, без рук. Вот так? Крутиться. Так? Почему это специально? Не надо крутиться. Это вот, смотри, напрягаешь косые мышцы. Оставляешь их. Как раньше круг был. Гимнастический диск, да? Гимнастический диск, да. Раньше. Вот аналог такой же. Насколько целесообразны вот эти тренажеры? Ну, вообще, вот тренажеры уличные. Они же весов не добавляют? Да, это все работа со собственным весом. То есть, пытаешься заставить работать все свои части. Ноги, руки. Такие тренажеры, насколько на вес рассчитаны, если вот смотрим, что уже где-то сломаны есть? Ну, вот, допустим, этот, ну, как вот, не знаю, качество, я не могу за качество сказать. Ну, вот, для моего веса, то есть 80 до 90 килограмм, то есть это приемлемо. Свыше 100 килограмм, понятно, что тренажеры некоторые тут могут не выдержать. Подходит вариант только у нас для, может, разгибать или подломать. Да, ногами вставляйте. Опять же он по стандарту, то есть построен для определенного среднего возраста, то есть среднего роста. То есть мне, как маленького ростика, девушки, не подойдет. Попробуй. А, ну да, тут, получается, должно быть на середину бедра и мне в живот пираться. То есть здесь для... Да, то есть для воли повыше, для среднего роста. Не регулируется. Смотрите, здесь как интересно. Здесь можно приподнять ножки, также напряжение мышцы брюшного пресса находится. И также мы делаем тяговое движение на мышцы спины, широчайшие мышцы работают. То есть поднимаем себя, грубо говоря? Да, грубо говоря, поднимаем свой вес. Руки шире ставим. Пытаемся поднять, да. Можно пошире, захватить широчайший, поуже. Глубинные мышцы спины включить. Ромбовидные там, круглые. Еще один плюс этой площадки – покрытие из резиновой крошки. На таком покрытии невозможно подскользнуться. Оно мягкое и травмобезопасное. Да и внешне выглядит очень привлекательно. Что-то есть, вот это есть, то есть это уже хорошо. То есть чем совсем ничего, это уже плюс. Я считаю, что молодежи есть, где вечером зайти, допустим, днем там и подвигаться. Потому что многие ходят, и не бывает, чтобы не знают, чем себя занять. А так сюда попали, действительно, можно часик здесь маленько позаниматься. Тренажерный зал под открытым небом проверку прошел на отлично. За исключением некоторых нюансов тренажеры оказались совсем не антивандальные. А один из тренажеров подойдет только тем людям, у которых высокий рост. Здесь мы и закончили. В следующий раз в рубрике «Тест-драйв» мы обязательно проверим что-нибудь интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова